Задумывались ли вы когда-нибудь, почему вы делаете то, что вы делаете? Например, будучи ребенком, вы плакали в своей кроватке, когда хотели, чтобы вас взяли на арки. Если вы хотели, чтобы вам сменили подгузники, вы тоже плакали. Когда вы подросли, вы хотели играть с какими-то определенными игрушками. Вы хотели дружить с какими-то определенными детьми. Вы пошли в школу, вы участвовали в каких-то определенных мероприятиях, возможно, вы играли в футбол. Затем вы, наконец, женились, вызвали детей, развелись. Вы всегда делаете что-то, но почему вы делаете именно это? Почему вор становится вором? Почему человек грабит банк? Почему убийца убивает? Ответ очевиден. Все ищут счастья. Каждый человек хочет счастья, и таким образом он показывает, что хочет счастья. Вор считает, что если он что-то украдет у вас, то это сделает его счастливым. Потому что он будет иметь то, чего у него никогда раньше не было. Все, что вы делаете в жизни, вы делаете только для того, чтобы достичь счастья. Вдумайтесь в это. Оглянитесь на вашу жизнь, и вы увидите, правда ли я говорю. Что бы вы ни делали в жизни, вы делаете это потому, что хотите счастья. Даже если вы думаете, что помогаете кому-то, то на самом деле глубоко внутри себя вы хотите быть счастливыми. Поэтому, что бы вы ни делали, вы делаете это для вашего собственного счастья. Но я скажу, что настоящее счастье внутри вас. Внутри вас находится ничем не омраченное счастье. Чистое счастье. Вечное счастье. Счастье, которое всегда находится внутри вас. И это и есть ваша истинная природа. И это ваша истинная природа. И если вы только сможете прикоснуться к этому счастью, то больше никогда ни в чем не будете зависеть от мира. Говоря об этом счастье, я имею в виду садчитананду, абсолютную реальность, чистое осознавание. Это счастье так прекрасно, так блаженно, что вы больше никогда и ни по какой причине не будете реагировать на человека, место или вещь. Потому что вы всегда будете удовлетворены. Вы будете полны радости, гармонии и любви. Это большая удача обнаружить это. Обнаружить внутри себя целую сокровищницу счастья. Узнать, что внутри вас есть вечное счастье. Даже если вы обнаружите его сначала интеллектуально, прочитав о нем, послушав то, что я говорю по этому поводу. Ибо тогда вы знаете, что ваша миссия заключается в том, чтобы раскрыть внутри себя это счастье и стать свободными. И как же это сделать? Истина об этом такова. Услышав мои слова, прочитав книгу или узнав о том, что вы это счастье, вы пробудитесь к нему. Вы пробудитесь к нему, если сделаете ум тихим и спокойным. Если у вас не будет никакого конфликта с вашими мыслями. Тогда внутри вас откроется великий покой. Фонтан такой радости о существовании, который вы раньше никогда не подозревали. Это начало мудрости, когда вы начинаете чувствовать и понимать, что ни человек, ни место, ни вещь этого мира никогда не смогут дать вам истинное счастье. Этот мир – мир перемен, и он никогда не может принести вам истинное счастье. Потому что мы живем в мире двойственности. Ибо сегодня вы можете быть счастливы, а завтра грустны. Все зависит от того, как идут ваши дела. Но если вы понимаете, что счастье, которое вы ищете, это вы сами, что вы уже обладаете этим счастьем, то вы сдаете все ваши мысли, эмоции и ощущения и пребываете в этом счастье. Вы не должны повторять никакие мантры. Вы не должны медитировать. Вы не должны молиться. Распевать песнопение или выполнять джрапу. Все, что вы должны сделать, это просто осознать себя, как чистое абсолютное счастье. Почувствуйте это. Осознайте это. Это вы. Вы получили это. И это всегда было ваше. Если вы вдумаетесь в это, то вы увидите, что я прав. В то же время многие из вас ищут счастье, вы не себя. Вы можете думать, что если сходите в кино, то будете счастливы. Если вы встретите правильного человека, то вы будете счастливы. Если у вас будет много денег, то вы будете счастливы. Если вы получите то, что хотите, то будете счастливы. Истинное счастье, о котором я говорю, это брахман. Окончательное единство. Единственная реальность. Если бы вы только могли представить, что внутри вас есть такое счастье, с которым не может сравниться абсолютно ничто из того, что может показать или дать вам этот мир. И что вам не нужно никуда идти. И не нужно ничего делать для того, чтобы получить его. Оно находится внутри вас. Оно уже есть там. Оно уже есть у вас. Можете ли вы представить себя вечно счастливыми? Постоянно счастливыми, без всякой причины. Просто полностью счастливыми все время. Да, вы можете. Еще раз. Есть некоторые вещи, которые вы должны делать. Одна из таких вещей – это практика божественного неведения. Под божественным неведением я подразумеваю, что вы не знаете ничего и ни о чем в этом мире. Вы понятия не имеете, что собой представляют вещи. Буквально никакого понятия. Но вы думаете, что понимаете. Ваше эго говорит вам, что это стакан, это радио, это собака, это кошка. Но что вы на самом деле знаете об этих вещах? Вы действительно знаете, что такое собака? У вас нет никакого представления о том, что такое собака. Она появилась на этой земле тогда же, когда появились вы. И мы дали ей имя собака. Мы могли бы назвать ее кошкой. Мы могли бы назвать ее дверной ручкой. Мы могли бы назвать ее луной. Мы дали этому животному название собака. Поэтому мы и называем ее собакой. Но даже если вы ответите так, то все равно не знаете, что такое собака, не так ли? Она просто есть. То же самое касается и кошки, и птицы. Именно мы даем имена этим людям, этим животным, этим вещам. Знаете ли вы, кем вы были до того, как родились? Кто вы? Откуда вы? Все, что вы знаете, это то, что вы родились и люди дали вам имя. Ваши родители дали вам имя и с тех пор вас так называют. Что вы знаете об этих вещах? Абсолютно ничего. Вы понятия не имеете, почему дерево – это дерево, почему гора – это гора. У вас вообще ни о чем нет понятия, не так ли? Будьте честны с собой. Это называется божественным неведением, и на вашем духовном пути это является первым шагом, который вы должны сделать для того, чтобы стать свободными и освобожденными. Для того, чтобы открыть внутри себя божественное счастье. Вы должны действительно понять, что ничего ни о чем не знаете. Вы даже понятия не имеете, откуда все взялось, в том числе и вы сами. Для большинства людей это большой, это просто огромный шаг. Потому что большинство людей очень эгоистичны. Они думают, что знают все и обо всем. Они думают, что они знают вещи и их названия. Но мы не знаем ничего. Когда вы это признаете, тогда можете продвигаться дальше. И вы идете вперед, вопрошая «Кто я?» Что я здесь делаю? Откуда я пришел? Что является источником жизни? По мере того, как вы начинаете задавать вопросы о своей жизни, по мере того, как вы начинаете вопрошать «Кто я?» «Откуда я взялся?» Что-то удивительное начинает происходить с вами. Вы начинаете чувствовать силу и присутствие. Вы начинаете чувствовать покой и гармонию. Каждый раз, когда вы говорите себе «Кто я?», вы продвигаетесь на шаг вперед по духовному пути. Вот и все, что вы должны делать. «Кто я?» И вы скоро обнаружите, что «я» – это не вы. То «я», которое вы имеете в виду, – это не вы. Это не какой-то объект. Это просто мысль. Это «я» не имеет с вами абсолютно ничего общего. Вы про себя думаете «Кто я?». Вы постоянно сами себе говорите «я», «я». И «я» начинает отделяться от вашего тела. «Я» начинает становиться совсем другой сущностью. «Я» начинает исчезать. А вы продолжаете думать о «я», следовать за «я». Вы следуете за «я» к сердцу. После того, как «я» исчезает, вы становитесь совершенно свободными и освобожденными. Так что все начинается с вас. Вы единственны. В зависимости от того, что вы делаете с вашей жизнью, вы можете либо освободиться, либо поработить себя. По мере того, как мы испытываем превратности жизни, мы осознаем, что все эти годы тыкались наугад. Мы тратили энергию, пытаясь накопить вещи. Мы делали себя счастливыми, коллекционируя самые разные лакомства, коллекционируя людей и места. И все же мы несчастливы. Вы можете быть счастливыми только тогда, когда обнаружите, что вы – это вселенское проявление сознания. Вы будете счастливыми только тогда, когда поймете, что вы – это чистое осознавание. Когда вы начинаете видеть, что вы живете в мире Майи, который подобен сновидению. Почему вы должны реагировать на сон? Будете ли вы реагировать на сон, который снился вам прошлой ночью? Будете ли вы реагировать на этот сон, проснувшись утром? Вы понимаете, что это был всего лишь сон. Он не имеет никакой власти над вами. Он не может ничего сделать вам. Даже если в этом сне вы были больны раком, даже если зачахли и умерли, а ваша семья погибла в автомобильной аварии, то все это было во сне. Все это неправда. И это никогда не происходило. То же самое и сейчас, с этой жизнью. Все происходящее может казаться вам очень реальным. Все может казаться очень значимым. Но если вы задумаетесь о том, о чем мы говорим, то не будете реагировать на вещи. Потому что это все равно, что реагировать на сновидение. Однажды вы пробудитесь, и это сновидение закончится подобно тому сновидению, которое было у вас прошлой ночью, и которое закончилось, когда вы пробудились утром. Так что в один прекрасный день вы пробудитесь от этого сна и увидите, что вы абсолютно свободны. Когда вы начинаете задумываться над этим, то понимаете, что это великое откровение. Когда вы начинаете понимать, кто вы есть, какова на самом деле ваша истинная природа, представляющая собой вечное счастье, тогда вы становитесь совершенно не тем человеком, которым были раньше. Вы легко отдаете себя. Потому что вы понимаете, что вы – это другой человек. Вы – это Вселенная. Вы – это сама жизнь. Вы начинаете видеть саму эту жизнь как себя. Почему бы вам не пробудиться от сна прямо сейчас? Почему бы вам не пробудиться прямо сейчас? Все, что вы должны сделать, это остановить свои мысли. Но вы не остановите свои мысли, пытаясь остановить их. Вы остановите мысли, наблюдая их, не обращая на них никакого внимания. Между вашими мыслями и сознанием существует стена. Умственно разбейте эту стену, и пусть мысли текут в сознание, где они будут полностью превзойдены, и сознание станет вашей реальностью. Так что не боритесь со своими мыслями. Не пытайтесь делать что-то. Не принимайте жизнь всерьез. Не реагируйте на человека, место или вещь. Будьте вашим истинным «Я». Будьте тем замечательным истинным «Я», которым вы являетесь, которым вы всегда были. Поймите, что вы ничем не ограничены. Ничто не сдерживает вас. Ничто. Только ваши собственные мысли. Ваша собственная система убеждений. Уничтожьте систему убеждений, и вы будете свободны. Вот что я пытаюсь сказать вам. Внутри вас есть сила, достаточная для того, чтобы сделать с вашей жизнью все, что вы захотите. Вся сила находится внутри вас. В этом мире нет ничего, что могло бы сравниться с тем, что вы есть. Вы – это сила. Вся власть. Вы – есть то. Почувствуйте это. Больше нет ничего, что могло бы встать у вас на пути, что могло бы причинить вам вред или испугать вас. Во всей Вселенной нет ничего, того, что могло бы заставить вас разгневаться или расстроиться. Вы стали полной свободой, абсолютной радостью, абсолютной гармонией. Попробуйте жить таким образом. Запомните. Начинать нужно с понимания того, что вы пребываете в божественном неведении. В первую очередь вы должны признать, что вы и понятия не имеете, что собой представляют вещи и откуда они произошли. Затем вы начинаете спрашивать себя, кто я, где мой источник, откуда я взялся. Никогда не отвечайте на этот вопрос, просто задавайте его. Начните отмежевываться от эмоций, страхов, разочарований. Не реагируйте на человека, место или вещь. Просто станьте наблюдателем. Смотрите, улыбайтесь, ни на кого не реагируйте. Как только вы начнете это практиковать, то увидите результаты, очень хорошие результаты. Вы начнете чувствовать то счастье, о котором я говорил в самом начале. Без причины вы будете чувствовать себя счастливее, чем когда-либо прежде в жизни. Вы будете чувствовать, что все находится на своем месте, что нигде нет никаких ошибок. И если вы будете продолжать идти этим путем, то однажды обнаружите, что вы полностью освобождены и совершенно свободны. Что вы есть безграничное пространство. И что все в этой вселенной происходит внутри вас и через ваш ум исходит наружу в виде этой вселенной. Истина в том, что вы уже реализованы. В глубине своего сердца вы знаете, что вы уже свободны. Эго пытается обмануть вас и заставляет вас думать о долгой борьбе и о том, что вы никогда не доберетесь до цели. Но помните, истина в том, что вы уже там, что некуда добираться, некому бороться. И тогда вы выйдете за пределы эго. Есть много способов для того, чтобы сделать это. Когда к вам приходит мысль, это долгая борьба, это долгий путь, рассмотрите внимательно пришедшую к вам мысль. Мысль, которая заставляет вас смотреть на это под таким углом, которая заставляет вас говорить это самому себе. И хорошенько посмейтесь, посмейтесь от всего сердца. И пребывайте в покое. И снова смейтесь над собой. Если вы продолжаете делать это, то вы будете разворачиваться очень быстро. Итак, еще раз. Когда вам на ум приходит мысль, это долгая борьба, мне предстоит много работы, сразу ловите себя на этом. Не давайте себе продолжать думать таким образом. Тут же ловите себя. Останавливайте такие мысли, сразу же вопрошая, для кого приходят эти мысли. Кто чувствует, что это долгая работа, что это долгий путь. И пребывайте в покое, останавливайтесь. Именно так вы преодолеваете это. Вы начинаете видеть совершенство в несовершенстве. В хаосе и неразберихе вы видите любовь и гармонию. Вы стали видеть реальную картину, поскольку с зеркала была стерта пыль. Сначала ум становится, так сказать, вымот, ум становится ясен, и ум делает так, что вы видите гармонию и радость. Но в конечном итоге ум также уходит, и не остается никого, чтобы что-то видеть. Теперь вы находитесь в совершенно новом измерении. Когда ум уходит, тогда нет ни ясности, ни дисгармонии, ни хорошего, ни плохого, ни бога, ни дьявола. Именно ум приводит к появлению всех этих вещей. Поэтому, когда вы начинаете видеть в этом мире хорошие вещи, то эти хорошие вещи видят именно ум. Это очень высокий уровень. Но в конечном счете ум должен быть полностью разрушен, полностью уничтожен. И тогда нет никого, чтобы что-то видеть. Вы становитесь блаженством, сознанием, чистым осознаванием. Относительная путаница переходит на более высокий уровень, на котором ваш ум начинает разрушать эту относительную путаницу и начинает исчезать как дисгармония, так и гармония. Когда ум видит, что эти вещи исчезают, вы идете все выше и выше в вашем раскрытии. И так до тех пор, пока ум полностью не исчезнет. Тем не менее, за пределами относительной красоты, за пределами относительного зла, за пределами относительного добра и относительной радости лежит нечто более прекрасное и более радостное, чем вы можете себе представить. Нет слов для того, чтобы выразить и объяснить это. Вы сами должны испытать переживания. Существует радость за пределами относительной радости. Ни одно человеческое существо не может выразить ее, ибо конечное не может выразить бесконечное. Мы должны выйти за пределы слов, за пределы ума, за пределы мыслей, за пределы всего, что мы когда-либо знали. И тогда мы становимся тем. Тут нет больше никаких объяснений. Мы ничего не должны делать. Мы ничего не должны объяснять. Мы просто стали садчитанандой, абсолютной реальностью. Но чтобы это произошло, ум должен быть полностью уничтожен. Глядя на ум, наблюдая ум, точнее то, что кажется умом. Наблюдая, что он делает, наблюдая, как он думает, не реагируя на него, следя за ним, глядя на него, но никогда не реагируя на него, или вопрошая, кому приходит ум, кто имеет этот ум, откуда он взялся, кто дал ему рождение. Я сделал это. Тогда кто я? По мере того, как вы наблюдаете свои мысли и говорите, что это приходит к вам, к вам приходит покой, к вам приходят все эти относительные вещи. Вы же просто наблюдаете и не реагируете. Тогда ум становится все слабее и слабее. пока наконец он не растворится, и вы не окажетесь дома и не станете свободны. Но как только вы начинаете реагировать на что-то, вы тут же портите это. «Вот смотрите, если бы мы были вместе, как в ашраме, и вы бы виделись со мной каждый день, то вам ничего не нужно было бы делать, кроме как сидеть здесь, на сасанге. И этого было бы вполне достаточно. Вот почему вы должны самостоятельно, усердно практиковать самоисследование или наблюдение ума. вы должны быть своим собственным учителем. Когда вы одеваетесь, когда вы моете посуду, когда вы работаете, когда вы приходите домой, вы все время повторяете про себя «Кто я?» даже когда вы работаете? Это не будет мешать вашей работе. Продолжайте постоянно вопрошать «Кто я?» Кто делает эту работу? Кто чувствует то и кто чувствует это? Это я. Это я, а не я истины. Тогда «Кто я?» Или «Где источник я?» И так вопрошайте целый день. Затем, через некоторое время, что-то неожиданно случится, и вы начнете чувствовать себя спокойно, как мы говорили вначале. Вы начнете чувствовать себя бесстрашными, спокойными. Вы будете развивать милосердие. И тогда вы будете знать, что вы делаете успехи. Субтитры создавал DimaTorzok